Студия Медиакнига представляет Перешагнуть пропасть. Константин Муравьев Читает артист Сергей Горбунов Часть первая. Шаг первый. Странный северянин Глава первая. Солнечная система. Земля. Северный Урал. Город древних Я никогда особо не увлекался экстремальными видами спорта. Туризмом, альпинизмом или другими видами путешествий с бесплатной возможностью откуда-нибудь упасть или что-нибудь себе сломать. Не был ни археологом, ни черным копателем, ни спелеологом или диггером. Не стремился заработать больших денег. Хотя об этом я пока сильно и не задумывался. Но и пользу денег в разных начинаниях никогда не отрицал. Просто пока мне хватало того, что у меня было. В общем, был я простым и обычным студентом математического факультета нашего государственного университета, который шел своим путем и старался никому на своем пути особо не мешать. Правда, при всем при этом было у меня одно странное и необычное увлечение, или можно сказать привычка, так как въелась в подкорку моего мозга она всерьез и, видимо, надолго. Я исследователь. Вот есть у меня такой небольшой пунктик. Мне не интересен маршрут, по которому я пойду, но мне интересно, а что там, на другом конце его. Мне интересен сам путь. Я всегда стремлюсь заглянуть за угол, за поворот дороги, уйти куда-то в сторону и, достигнув какого-то предела, практически мгновенно начинаю искать новую цель или объект исследования. И именно это мое любопытство загнало меня в мое текущее положение. В детстве это проявлялось в том, что я облазил, исследовал все подвалы и чердаки нашего городка, знал все парки и окрестные леса, изучил все небольшие горки и те крохотные пещерки, что были в округе. Но делал я все это не потому, что туда лазили все, а мне просто было интересно заглянуть туда, узнать, а что же там происходит и что там находится. Заглянуть за ту небольшую завесу тайны, что в моей голове рисовала моя же буйная фантазия. И я был счастлив этим. Друзья знали о моей такой странной тяге к необычным местам в городе и его окрестностях. А поэтому все городские байки о таинственных и необычных местах стекались ко мне в руки. До сего момента все мои приключения, кроме одного, практически не были связаны даже с небольшой долей риска. При этом как-то так получалось, что они не выходили далеко за пределы нашего района, тем более моей родной области. Тем не менее, я со своими знакомыми и друзьями облазил все более или менее известные и интересные места Ближнего Урала. Но душа хотела чего-то большего. Мне всегда не хватало какой-то тайны, чего-то, что будет интересно посетить, обследовать и изучить. Чего-то, путь до чего, сам по себе станет большим приключением. И такое приключение у меня вырисовывалось. В ближайших планах, на которые я копил уже второй год, было путешествие по территории Китая и Тяньшанских гор. Была у меня возможность присоединиться к одной из направляющихся туда следующим летом компаний. Но судьба распорядилась несколько по-другому. Три недели назад один из моих знакомых, аспирант-геолог, рассказал мне о странном и непонятном месте, обнаруженном геологической партией, в которой он работал во время последней экспедиции. Они нашли непонятный и очень древний пещерный город в вековых горах Уральского хребта. Город находился на Северном Урале, практически на берегу Северного Ледовитого океана. Вокруг небольших гор, где лежали эти пещеры, простиралась территория холодной и необъятной тундры. Вот об этой своей находке и сообщил мне товарищ. И кроме того, предложил место в новой экспедиции, правда уже организованной каким-то археологическим университетом из столицы, направляющейся непосредственно на исследование этого необычного города. На это предложение я согласился с превеликим удовольствием. Как только услышал о древнем городе, в моей голове так и загорелось слово «тайна». Моего терпения едва хватало, чтобы не ринуться туда самому, а дождаться отправления основной группы. И вот мы на месте. Не сказать, чтобы нас сразу же ждали какие-то великие открытия. Но, по крайней мере, город, о котором все время, пока мы сюда добирались, шли непрекращающиеся споры, оказался на месте. И, как это ни странно, он не был бредом упившихся в усмерть геологов. На что почему-то надеялись некоторые скептически настроенные участники экспедиции. В первый день мы занялись обустройством лагеря. Я знал, что с моими знаниями и превеликими умениями не смогу претендовать на что-то более-менее значимое в экспедиции. А поэтому был рад выданной мне должности простого младшего научного сотрудника. Ну, а если это перевести на обычный русский язык, то был неким мальчиком на побегушках. Что-то типа «принеси-подай». Тем более за эту работу мне даже платили хоть и небольшие, но деньги. По крайней мере, так это было первое время. Обязанности меня не особо обременяли. И поэтому у меня не было много времени, чтобы заниматься своим любимым делом. Я мог хоть дарябе в глазах лазить по устланным вековым слоям пыли коридором неизвестного и древнего города. И меня это полностью устраивало. Через несколько дней майор Вения заметили именно в этом направлении работ. Почему-то среди большого состава экспедиции нашлось немного людей, которым нравилось бродить по мрачным и темным пещерам. Руководитель экспедиции, некто академик Стерпеков Владимир Николаевич обратил на это свое внимание и повысил меня до картографа. Выдал GPS-навигатор и направил мое рвение в более конструктивное русло. Теперь моя работа заключалась в обследовании близлежащих окрестностей города и составлении его карты. В мои обязанности, кроме составления карты города, входил еще и поиск необычных мест, будь и такие сыщутся. И первое из них я смог обнаружить уже через один день. Буквально под носом у всех, недалеко от входа в город, пройдя через совершенно незаметное ответвление, мною был обнаружен странный памятник на небольшой площади. Хорошо рассмотреть его я не мог, так как у меня как раз в этот момент потух фонарик. И возвращаться пришлось практически в полной темноте. Но несколько позже, когда мы вернулись туда уже более подготовленными, нашим глазам предстала странная скульптура. Во-первых, она располагалась в центре абсолютно круглой и гладкой площади. И, во-вторых, скульптура изображала некое существо, явно относящееся к человеческому, хоть и не совсем понятному виду. По крайней мере, у меня то, что это какой-то гуманоидный, сомнений не вызывало. Найденная скульптура была выполнена с такой тщательной проработкой и из такого крепкого материала, что наш штатный геолог сходу не мог определить ни возраста памятника, ни материала, из которого он изготовлен. По периметру площади был изготовлен явно уже более грубый и простой невысокий заборчик, некогда украшенный глиняными барельефами. Большая их часть обвалилась, но в некоторых местах еще сохранились фрагменты. И вот именно на эту небольшую площадь перебралась основная часть экспедиции для изучения найденного артефакта. Весь младший персонал направили на восстановление из кусочков барельефа целостной картины. Эта участь не миновала и меня. Но после первого же, чуть не разрушенного в прах фрагмента, с пожеланиями дальнейших успехов в жизни и особенно личной... Субтитры создавал DimaTorzok